Рассмотрим еще одну задачу на цикл for. Пускай нам теперь вводят два числа, a и b, два целых числа, наша задача вывести сумму всех нечетных чисел от a до b. Например, нам ввели число 3 и 7, мы хотим почитать сумму всех нечетных чисел от 3 до 7, где границы интервала включены, то есть 3 плюс 5 плюс 7. Сумма этих трех чисел, число 15, это мы выводим в качестве результата. Как можно решать такую задачу? Давайте по порядку. Первое, что мы должны сделать, это прочитать два числа. Два числа нам вводятся в одной строке, поэтому нам нужно прочитать одну строку. Это мы делаем с помощью функции input. Дальше к функции input, к результату, который мы получим, мы применяем функцию split. Если нам было введено два числа через пробел, либо через какой-то другой разделитель, то мы на выходе функции split получим два значения. Эти два значения у нас записываются в переменной a и b. Это у нас получились строковые значения, поэтому для того, чтобы получить числа, целые числа, мы преобразуем эти строки в числа с помощью функции int, int от a, int от b. В результате a и b это сейчас два числа. Для того, чтобы считать сумму чисел на интервале, мы заводим специальную переменную s, которую изначально инициализируем нулем, и в которой будем накапливать сумму всех чисел необходимых. Каких необходимых чисел? Ну, просто-напросто пробежим, переберем все числа от a до b. И проверим. Если каждый из чисел на интервале от a до b, какое-то очередное из чисел является нечетным, то есть его остаток отделения на 2 равен единице, в таком случае мы будем добавлять это число к нашей сумме. Таким образом, наш цикл выглядит следующим образом. Мы перебираем все значения в интервале от a до b, при этом второй параметр мы указываем b плюс 1, потому что мы хотим, чтобы правая граница, число b, включалась в наш интервал. Внутри цикла мы делаем проверку. Правда ли, что число i делится на определение на 2, дает остаток 1? Если это так, то число i нечетно, и мы его добавляем, это число, к значению переменной s. Таким образом, на выходе после окончания этого цикла в переменной s будет накоплена сумма всех нечетных чисел в интервале от a до b. Мы просто-напросто вводим значение этой переменной в качестве ответа.